Продолжение следует... 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 Технологические нормативы НДТ и нормативы эмиссий. Как будут прописаны отходы, как будут прописаны мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению. Поговорим об охране почв и законодательном регулировании охраны почв. Поговорим о мониторинге эмиссии, методологии критериев НДТ. Это в тех случаях, когда нет определенных зацепок в справочнике НДТ. Ведь вы понимаете, что предприятие первой категории – это предприятие крупное. И в этом предприятии могут быть технологии, которые непосредственно не связаны с основным производством, тем не менее связаны с вспомогательным производством, связаны с перемещением газов, жидкостей. То есть вспомогательные технологические установки, насосные станции и тому подобное. В данном случае именно определимся, как мы будем пользоваться методологией критериев НДТ. А также поговорим о том, предприятие первой категории – изменение установки, актуализация комплексных экологических разрешений. Мы находимся в живом технологическом процессе. То есть предприятие строится, что-то вводится в эксплуатацию, что-то выводится с эксплуатации. Как к этим вопросам, как к этим изменениям подойти комплексно? А последним поговорим о том, какие выгоды приносят для предприятия, для общества, для всех участников процесса комплексное экологическое разрешение. Следующий снимок. Содержание комплексного экологического разрешения системы одного окна. Дело в том, что система одного окна уже принята в Республике Казахстан. Многие заявки на разрешение подаются одному и тому же органу. Тем не менее, для предприятия первой категории немножечко расширяется или же углубляется охват по получению разрешения в одном и том же месте. Этот охват в настоящее время состоит как бы система одного окна, да, выдача из одного окна. Тем не менее, когда вы посмотрите, как у предприятий первой категории на основании комплексного аудита, который мы проводили в Казахстане с группой экспертов, мы определили, что эта разрешительная документация, она в общем-то занимает, даже как это сказать, по объему это больше метра стопки документов. То есть можете представить себе, насколько неудобно пользоваться. Вот вообще такая разрешительная документация, она в общем-то неподъемна даже и в рамках контроля громоздка и, можно сказать, и жила на сегодняшний день. В общем-то практики сейчас гораздо быстрее. Мало того, многие из документов носят только бумажные версии, то есть только бумажный характер. То есть, собственно говоря, мы возвращаемся немножко назад, если так берем во внимание. Да, одно окно работает, тем не менее, в это одно окно подается то, что осталось уже в прошлом веке. Что будет еще? Будут в системе одного окна, что будет решаться? Технологические нормативы, которые соответствуют НДТ, будут соответствовать нормативы эмиссии в окружающую среду. И речь идет не только о эмиссиях по воздуху, идет и эмиссиях по воде. Нормативы допустимых физических воздействий. Здесь Республика Казахстан, насколько я понимаю, на сегодняшний день определила, что физические воздействия, шумовое воздействие будут вписываться в комплексное экологическое разрешение. Также там будет программа по отходам, программа управления отходами. Что касается управления отходами, вот именно этот комплексный подход позволит рассматривать предприятие в целом, для того, чтобы не происходило в рамках одного и того же предприятия перемещение отходов из одной среды в другую. Для примера я могу, как бы экземплярный пример, это когда отходы, которые являются, в общем-то, дорогостоящими для их ликвидации, они просто на предприятии утилизируются в рамках сжигания. И такое вещество, допустим, как мучьяк, которое учитывается на одном месте выбросов воздуха, в другом месте, где просто сжигается, там даже это не нормируется, там просто идет снижение объема отхода. Тем не менее, мучьяк у нас перемещается, вы же понимаете, мучьяк – это неорганическая молекула, она в процессе сжигания, мучьяк никуда не превращается, ни в что другое, как в воздушный мучьяк. То есть, вот просто переходит перемещение загрязнения с одного сегмента, с воздуха, другой сегмент, просто процессом сжигания выбрасывается там в другом месте, проходит, так сказать, как бы и без нарушений, тем не менее, мы, как получатели этого атмосферного воздуха, естественно, заинтересованы в том, чтобы это загрязнение полностью учитывалось, регламентировалось, и вот таких переместительных действий не происходило. Также будут действовать ламиты на водопользование. Речь идет не только о сбросах использованной технологической воды в объекте, и речь идет и о получении свежей воды, потому что у нас же, в общем-то, на планете существует дефицит с качественной питьевой водой, поэтому использовать подземные или надземные источники, в общем-то, тоже надо очень рачительно. Дальше. Что еще будет в охвате этого комплексного экологического разрешения? Будут мероприятия по энергоэффективности и энергоизбережению. На сегодня по результатам комплексного экологического аудита, проведенного в ряде предприятий первой категории, определились, что мероприятия по энергоэффективности и энергоизбережению в основной массе носят формальный характер. Да, есть план. Тем не менее, в этом плане максимально, что аудиторы нашли, это по перемене лампочек с горания на более экономические варианты. До глубины оборудования, до измерения параметров оборудования, улучшения параметров оборудования в энергоэффективности и энергоизбережению, эти предприятия, как правило, до такой глубины в своих энергетических аудитах не идут. Мало того, энергетические аудиты проводятся, архивируются и, в общем-то, скажем так, носят законодательно-формальный характер. Что будет еще включаться? Будут включаться предотвращения аварий. Здесь, в общем-то, еще вопрос остается по охвату довольно открыт. Насколько сильно будет привлекаться действующая законодательная практика предотвращения аварий. Могу сказать, что в Европе, в каждом государстве по-разному этот охват происходит. Как правило, пожаротушение исключено из режима комплексных экологических разрешений. Все остальное в разной степени в зависимости от специфики предприятий. Программа производственного экологического контроля, включая мониторинг состояния почв, подземных вод и автоматизированный мониторинг эмиссий. Поскольку комплексное экологическое разрешение даже у крупных предприятий первой категории – это документ, скажем так, до 100 страниц, то некоторые моменты этих мониторинга, программ, аналитической базы, предписания носят характер приложения к этому. То есть это не в основном комплексным экологическим разрешением, но это будет расписываться как приложение к комплексным экологическому разрешению. Также условия и меры для предотвращения утечек, разлива в процессе использования оборудования при хранении опасных веществ и отходов. Помимо этого номенклатура опасных веществ, номенклатура отходов, обязательно обозначение на предприятии мест укладывания, обозначение на предприятии знаками направления течения продуктов, обозначение опасных мест. Все это должно в рамках комплексного экологического разрешения пройти ревизию, пройти осовременивание. И, в общем-то, много предприятий с этим, некоторые предприятия в определенных моментах, передовые некоторые предприятия, в общем-то, все это носит характер предприятий прошлого века. Проект программы достижения НДТ. В данном контексте мы рассматриваем, что не все предприятия на сегодняшний день будут соответствовать НДТ, так как будут определены в справочниках, в казахстанских справочниках по НДТ. То есть в данном контексте у предприятий будет для конкретного предприятия конкретный переходной период. Когда тот или иной параметр НДТ в данном предприятии предполагается исполнить? Понимаете, что для предприятия, построенного в 70-80-е годы, допустим, энергетического предприятия, переход на НДТ с современными требованиями по выбросам, в общем-то, должен носить какой-то временной характер. То есть в зависимости от политики, от региональных органов, этот срок будет варьироваться на определенные моменты технологические. Требования заключения ОВОЗ. Требования заключения ОВОЗ. Столкнулись мы при комплексных экологических аудитах, когда в ОВОЗе есть определенные прописанные требования. Тем не менее, в моменте от получения оценки воздействия на окружающую среду до введения предприятия в эксплуатацию произошли некоторые изменения проектно-проектно-проектно-проектно-по сравнению с тем, какие были проектные данные. Вот данные требования заключения ОВОЗ должны учитываться и, соответственно, коррегироваться с тем, какие изменения были по факту введения предприятия в эксплуатацию. Дальше, пожалуйста, следующий снимок. Теперь технологические нормы НДТ и нормативы эмиссий. Хотелось бы отметить, что технологические нормативы – это, в общем-то, способность оборудования работать при определенном нормальном режиме эксплуатации, выдавать технологические какие-то эмиссии выбросов, сбросов, шума. Нормативы эмиссий, как они формулированы в НДТ, могут иметь параметры. То есть, допустим, по пыли может быть от 10 до 50 миллиграммов, потому что все это еще зависит от того, в каких условиях работает тот или другой агрегат. Где-то влажный газ, где-то сухой газ. То есть, вот эти технологические нюансы надо учитывать и надо понимать, что норматив эмиссий в данном случае будет выбран в соответствии с… Ну, в общем-то, здесь есть простор у органов, выдающего комплексное экологическое разрешение, какие у предприятия, простор для договоренности. То есть, надо выбрать такой в этом промежутке между 10 и 50 такой лимит, который бы предприятие было способно у данного оборудования соблюдать. НДТ – объемы соответствующих эмиссий. В настоящее время в Республике Казахстан на основании комплексного экологического аудита мы определили, что объемы соответствующих эмиссий высчитываются в тоннах за год и на все предприятие в целом. То есть, если мы имеем сернистый ангидрид, он считается на все предприятие как бы в целом. То есть, очень тяжело потом из этих тонн-год выделить у каждой отдельной трубы, у каждого отдельного выброса, сколько именно этот источник должен выбросить в тонн-год. Как считаются объемы эмиссий в соответствии с НДТ? Объемы эмиссий в соответствии с НДТ считаются по… Говорится о максимально допустимых объемах эмиссий. Считается по тому, как долго работает. То есть, производственный фонд оборудования на объем газа, который там проходит. Это просто математическая формула. И вставляется тот лимит, который будет в комплексном экологическом разрешении. Таким образом, у каждой отдельной трубы мы получим ее годовой фонд выброса. Теперь, объемы эмиссии нужно определять по факту инструментальным методом. Что мы определяем инструментальным методом? У нас есть потолок. У нас есть потолок. Допустим, данная труба. Данной трубы не может быть лимит выброса пыли. У нас, к примеру, 20 мг на метр кубический. Нам нужно определиться инструментальным методом, что предприятие способно эксплуатировать это оборудование и выбрасывать под 20 мг на метр кубический. Эмиссии НДТ не привязаны к нормативам качества окружающей среды. Не привязаны к нормативам качества окружающей среды. У нас нет санитарно-защитной зоны. Санитарно-защитные зоны отменены. То есть, нам нужно контролировать именно на выходе из источника, вокругшающий атмосферный воздух. Основной технологический процесс, технологические нормативы НДТ. В данном аспекте, допустим, у цементной печи у нас есть основной технологический процесс, процесс пекания. У нас есть технологические нормативы, что у нас должно выйти из основной технологической трубы. И у нас есть нормативы НДТ, которые будут указаны в справочниках, будут национальные справочники по цементу извести. И, соответственно, там будут и указаны лимиты, которые данная труба должна соблюдать. Тем не менее, вы же понимаете, что технологий несколько. Есть москарный способ, есть сухой способ, есть предприятия старые, есть предприятия новые, есть предприятия из разной технологии. То есть, в данном контексте будет подобран лимит НДТ именно для каждого конкретного предприятия. Но этот лимит должен отражать то, что есть в справочнике, то, что будет в заключениях по справочнику. Собственно говоря, правоприменительная практика будет такова, в отличие от настоящей действующей. Можно дальше. Есть еще такой вопрос, я его ожидала при прошлой презентации. Расчетное НДВ, НДС и нарушение норматива качества окружающей среды. Контроль точки оценки. Санитарная зона. Вот как поступать, если предприятие, допустим, и сейчас, ввиду агломерационного накопления предприятия в данном месте, уже сейчас на границах санитарной зоны не происходит соблюдение норматива качества окружающей среды. А тут переход на новую систему. Как с этим всем разобраться? Надо понимать, что при отмене санитарной защитной зоны зона ответственности предприятия сводится к тому лимиту, к тому ограничению, которое поставлено конкретно на его деятельность. Все, что остальное происходит, то есть регулируем то крупное. Как будут регулироваться остальные участники? Я не знаю, в санитарной зоне может находиться больше объектов. Это вопрос открытый. Как будет это регулировать? Законодательство или правоприменение, какое будет Республика Казахстан, на сегодняшний день формируется. Объекты первой категории будут решаться через комплексное экологическое разрешение, через технологические нормативы и через НДТ. будут поставлены условия к средствам измерений. То есть речь идет о том, чтобы мы получали данные, которые будут соизмеримы и в рамках других предприятий, поскольку сегодня на одних предприятиях это меряется грамм на секунду, на других предприятиях это меряется тонны за все предприятие. То есть для того, чтобы у нас получилось, нам нужны равные правила игры для всех участников этого процесса. Для того, чтобы условия и средства измерения, допустим, оксида азота на всех предприятиях цементной промышленности были сходными. Для того, чтобы мы определились и по достижимым эмиссиям на всех предприятиях. Технические удельные нормативы для выбранных показателей. Вот как раз у оксида азота на сегодняшний день существует несколько моделей расчетных параметров по выбросам. Будут ли они сохранены, будут ли имена в рамках подсчета оксида азота, будет ли переедено к другой схеме, это тоже вопрос, который еще находится на согласовании. Контроль прямыми замерами в газоходах на трубах газоочистки с последующим пересчетом суммарных эмиссий в атмосферный воздух. То, о чем я уже здесь говорила на сегодняшний день, формально этот контроль есть прямыми замерами. Тем не менее, в прямых замерах и протоколах прямых замеров невозможно определиться, при какой производительности того или иного агрегата делались эти замеры. То есть вот здесь очень важный нюанс, чтобы определиться, насколько предприятие, работающее в нормальном неавральном режиме, то есть ни речь не идет ни о остановках, ни о авариях, ни вводе, ни выводе эксплуатации. Нормальный регулярный промышленный производственный режим. Как он связан с продукцией? То есть чтобы мы определились с удельными значениями загрязнения, сколько у нас в практике, в реальности идет выброса того или иного маркерного вещества на тонну продукта. Потому что на сегодняшний день по результатам комплексно-технологического аудита эти данные носят характер, не привязанный к производственным мощностям. Есть производственная мощность проектная, есть производственная мощность фактическая и есть производственная мощность досягаемая. То есть вот еще момент, с какой производственной мощностью будем мы соотносить вот это загрязнение. Практика Европейского Союза – это технологические нормативы, обусловленные технической характеристикой объекта. То есть у каждого объекта есть техническая характеристика. По объему и по параметрам технической характеристики определимся. А дальше определяемся, какие у нас технологические нормативы. То есть какое у нас идет водопотребление на тонну продукции, какое у нас идет водозагрязнение на тонну продукции, В каких параметрах? Точно так же по воздуху, точно так же и с шумовым загрязнением. Мы понимаем, что при определенных технологических процессах шумовое загрязнение может отсутствовать. При других технологических процессах – дробление, перемещение, грохоты – шумовое воздействие может быть высоким, может быть шумовое воздействие таким, которое нужно будет в дальнейшем регулировать. Методы моделирования и рассеивания. Методы моделирования и рассеивания – это то, на чем сейчас построена система или старая система была построена. Они применяются в рамках комплексных технологических разрешений только при ОООС, только при оценке воздействия на окружающую среду. То есть пакеты ПДВ, ПДС отходят уже в историю. Если можно дальше. Следующий снимок, пожалуйста. По отходам. По отходам ситуация кардинально меняется. В подходе НДТ отходы не лимитируются. То есть НДТ предусматривает получение истинной информации о количестве отходов. В заявке на получение комплексных экологических разрешений пишется не расчет, а факт. Факт по 5 лет назад у предприятия, какие отходы и в каком размере фактически образовались. Нужно получение реального обзора о составе отходов, конкретных объектов. Я не знаю, есть ли каталог, будет ли каталог отходов, но надо определяться по названию отходов, по его количестве, по его опасности, по форме отходов. То есть в зависимости разделить коммунальные отходы, остальные отходы, опасные отходы и особо опасные отходы. Должна быть форма отчета по инвентаризации отходов, где они хранятся, как часто удаляются, кто производит ликвидацию, куда ликвидируются. То есть отслеживается полностью лайф-цикл, то есть жизненный цикл этого отхода как такового, от возникновения до утилизации. Движение потоков отходов и обращений. Вот это именно очень интересный момент, потому что именно по движению потоков отходов мы отслеживаем, переходит или не переходит загрязнение из одной среды в другую. По движению потоков отходов здесь очень важно даже сказать, что при чистке сточных вод не допускается их разрежение. То есть когда смешивается сточная вода с дождевой водой для увеличения способности очистки или снижения концентрации в сточных водах. В данном случае в комплексных экологических разрешениях прописывается и контроль за появлением новых потоков отходов. Речь идет о том, что если у нас появляется что-то другое, почему оно появляется, в каком объеме оно появляется. То есть идет аналитическая работа по отходам. И опять еще повторяю, отходы не лимитируются. То есть нет потом и платежа за превышение лимитов. И в общем-то это и логично, поскольку предприятие должно быть мотивировано к тому, чтобы оно со своими отходами рачительно, рационально управляло, а не просто механически платило по шкале за отходы. То есть у предприятия должна быть именно мотивация и экономическая, и экологическая управлять с отходами максимально возможное, чтобы у нас не появлялись вот те отвалы, которые мы имеем как историческое прошлое, которые окружают сейчас перерабатывающие предприятия. Дальше, пожалуйста. Мероприятие по энергоэффективности и энергоизбережению. Я думаю, что вы были участниками того вебинара, который проводил коллега, который проводил аудиты при комплексном экологическом аудите. Именно делал часть, посвященная энергоэффективности и энергоизбережению. Так, по его рекомендации, заключение рекомендаций в рамках энергетического аудита должны быть включены в комплексное экологическое разрешение. Форма проведения энергетического аудита, ее должно соответствоваться справочникам НДТ по энергоэффективности. Поскольку мы столкнулись с тем, что, допустим, у предприятий цементной отрасли энергозатраты на производство клинкера, допустим, одной тонной клинкера, они разнятся. И предприятие каждые свои энергозатраты считает, в общем-то, по своей какой-то схеме. То есть в рамках комплексно-экологических разрешений надо было унифицировать это все на то, чтобы каждое предприятие цементной отрасли, допустим, подсчитывало затраты по... Энергозатраты по производству одной тонны клинкера по сходной схеме, по сходному гармонограмму, чтобы эти данные можно было сравнивать и, соответственно, предприятиям рекомендовать те или иные мероприятия, которые в данном контексте могут быть успешны, могут улучшить и повысить их энергоэффективность. На сегодняшний день к мероприятиям по энергоэффективности, энергосбережению подход, скажем так, носит формальный характер. Спасибо, следующий снимок. Следующий снимок. Охрана почв. Мы столкнулись с тем, что у многих предприятий есть, соответственно, историческое загрязнение. То, которое было связано с многолетней нерачительной эксплуатацией того или иного технологического оборудования, которое связано с авариями, разливами. Это и в местах складирования горючих смазочных средств, в местах складирования токсических веществ. То есть на сегодняшний день позиция поэтому такова, что нужно не допустить новых исторических загрязнений и, в общем-то, следить на техногенной площадке за состоянием почв, таких, каких они есть на сейчас. То есть для производства, которые используют, производят и выделяют загрязняющие вещества, которые могут вызвать загрязнение почвы, грунтовых вод на промышленной площадке. Оператор должен перед вводом производства, свою клавиатацию, подготовить, предоставить органам регулирования базовый отчет. Базовый отчет о состоянии, то есть мы берем стартовую, уровень 0, как бы зеленую площадку. Для действующих производств это та, где у нас Браунфилд, территория, которая уже эксплуатировалась, может быть, имеет какое-то историческое загрязнение. Законодательство устанавливает срок, когда предприятие должно провести базовый отчет по определению состояния почвы, грунтовых вод, и, в общем-то, должен быть поставлен горизонт при окончании производственной деятельности. До какого уровня предприятие должно вернуть территорию, на которой оно начало свою работу, начало эксплуатацию той или иной установки. Речь идет как и о новых предприятиях, так и о действующих предприятиях и предприятиях, у которых меняется, допустим, собственник предприятия, потому что государство, как регулятивный орган, должен применять меры к тому, кто виноват в том, что на данной территории есть историческое загрязнение или возникло историческое загрязнение. В отчете обязательно должна состояться информация о текущем использовании промплощадки и где возможно об использовании предыдущие годы, для того чтобы иметь представление, где и как до какой степени надо контоминировать ту или иную территорию. О состоянии почвы грунтовых вод на период подготовки документа. То есть собрать всю историческую информацию, которая имеется и в рамках комплексного экологического разрешения эту информацию просто прописать. То есть прописать в разрешительную документацию, в каком состоянии предприятие в данном контексте получает комплексное экологическое разрешение. Следующий снимок. Мониторинг эмиссии. Об этом мы уже говорили, что технологические нормативы будут инструментально измеряться. Надо отметить, что инструментальное измерение, речь идет не об одном измерении, речь идет об усреднении ряда измерений и усреднении ряда параметров. Особенно это касается и атмосферного воздуха, и воды. То есть там идет даже какой момент при измерении, какой момент может превышать и как часто это может превышаться. То есть все это описывается в мониторинге. Что устанавливается КР, то измеряется частота измерения или постоянный мониторинг. У постоянного мониторинга, правила постоянного мониторинга, правила архивации данных по мониторингу, мониторинг соблюдения технологических выбросов, сбросов, мониторинг соблюдения экологических мотивов качества окружающей среды, если он установлен. Если у предприятия происходят какие-то разовые сбросы, выбросы, если происходят аварии, все это должно иметь обоснование, то есть почему в данном или ином контексте времени этот выброс выскакивает из шкалы по цифрам. Мы столкнулись с комплексным аудитом, что некоторые предприятия просто показывают, даже те инструментальные измерения, они в десятки раз выше, чем регулярные измерения. Почему? То есть этому всему должно быть объяснение. Теперь касательно мониторинга эмиссии, это то, что мы дышим. То, что мы дышим, измерять, коррегировать, управлять, регулировать, это компетенция гидромета, государственного органа. Этот орган, соответственно, если в данном городе, населенном пункте происходит нарушение качества окружающей среды по аспекту атмосферного воздуха, то есть эмиссии, высокие, смоговые ситуации, то, соответственно, и на предприятия могут укладываться более серьезные санкции при смоговых ситуациях в осенне-зимний период. Могут быть ограничения, и технологические ограничения, и по снижению мощности предприятия. То есть вопрос – это полностью компетенции того органа, который находится территориального, который именно связан с гидрометами, который наблюдает, монетарирует ту ситуацию по атмосферному воздуху в конкретном населенном пункте. Дальше, пожалуйста. Методология определения технологии как BIT, сочетание критериев. Здесь представлен европейский подход. Я ознакомилась с экологическим кодексом Республики Казахстан. Экологический кодекс Республики Казахстан полностью принимает данную методологию. Здесь несколько пунктов. Использование малоотходной технологии, использование менее опасных веществ, способствование восстановлению рециркуляции веществ, произведенных или используемых технологическими процессами. Рециркуляция отходов, насколько это применимо. Опять-таки подчеркиваю, что рециркуляция отходов, допустим, сжигания рутути-содержащих или мощакосодержащих отходов в контексте 21 века неприемлема. Сопоставимые процессы, оборудование или методы работы, при которых были успешны в промышленном масштабе. Здесь проходится как бы решерш, сравнение с тем, что есть как в Республике Казахстан, так и в остальных государствах. Технический прогресс, изменения в научных знаниях, их интерпретация, природа, влияние, объемы соответствующих эмиссий, дата ввода в эксплуатацию новых или действующих установок. То есть практически эта схема, если можно следующий снимок. Переключите, пожалуйста. Вот видите полностью, это схема, по которой будет оцениваться то или иное производство. У нас есть справочник, у нас в Казахстане будет справочник, по которому будет дана информация. А также в моментах, когда мы не знаем, как ту или иную вспомогательную, новую технологию, неописанную справочнике технологии оценить согласно критериям наилучшей доступной техники, мы используем вот эту методологию. То есть полностью просмотрим по каждому пункту и выполняются, не выполняются условия, как они у нас выполняются, что нам не хватает. Получаем вот эту дельту между тем, что у нас есть, и то, что предпочтительно или может быть BIT. Следующий снимок. Изменение установки и актуализации комплексных экологических разрешений. На практике, на крупном предприятии есть постоянная производственная динамика, то ли в расширении предприятия, то ли в реконструкции предприятия. То есть, скажем так, выданное комплексное экологическое разрешение у больших предприятий, а предприятия первой категории, как правило, бывают огромными предприятиями, носит живой характер. То есть, как поступать в случае получения комплексного экологического разрешения, а дальше идут технологические изменения. Надо понимать, что если идет изменение технологии или реконструкции, новое внедрение технологии, и это изменение поведет за собой проведение оценки воздействия на окружающую среду, то, соответственно, такое изменение понесет и влияние на изменение комплексного экологического разрешения. То есть, в данном случае это идет существенное изменение. Есть ряд изменений, которые несущественные. Это когда меняются какие-то части технологий, которые, в общем-то, не повлияют на выбросы, сбросы или технологическую картину в целом. Пример тому. Мы меняем одни фильтры, старые меняем на новые. Мы делаем какие-то нюансы технологические, меняем какое-то оборудование, которое, в общем-то, не влияет на очистительные способности, не повышая производственную мощность или повышая ее незначительно. Изменения установки, требующие проведения ОВОС, ведут к пересмотру условий КЭР. Несущественное изменение КЭР может быть переоформлено по упрощенной процедуре. То есть, чисто формально, допустим, если поменялся владелец предприятия. Можем дальше переключить. Выгоды комплексных экологических разрешений. Как я уже говорила, что система одного окна подачи единой заявки, упрощение администрирования, согласование всех заинтересованных органов. Комплексное экологическое разрешение носит моменты, которые привлекаются при получении комплексных экологических разрешений, привлекается и общественность. Как она будет, в какой процедуре это будет происходить, как это будет происходить, как сильно будет привлекаться общественность, до какой глубины. Это, в общем-то, процессы, которые еще в Республике Казахстане сейчас находятся в разработке. Тем не менее, участвуют в системе одного окна все органы, которые выдавали разрешение, согласно старой системе. То есть, их мнение привлекается, их мнение рассматривается, включая органы, которые проводили и проводят контроль за действием предприятия. То есть, они непосредственно тоже участвуют. Это инспекционные органы, органы по выдаче разрешения на водопользование, улучшение прозрачности требований. Нет сбора разрешения отряда ВЕЦМ с различной практикой правоприменения. В данном случае сбор вот этих вот требований от этих различных органов занимается орган, который выдает комплексное экологическое разрешение. Очень важный момент. Заявитель сам предлагает проект условий комплексного разрешения. То есть, он пишет заявку на получение комплексного экологического разрешения. На основании своего инвестиционного цикла, здесь он определяется, если у него оборудование или технологии не соответствуют НДТ, то его технологические, финансовые, другие возможности по приведению данного предприятия в соответствие. Технические характеристики объекта. Есть объекты, которые, в общем-то, нерационально модернизировать, или они просто должны доработать свой свой эксплуатации. В данном случае надо будет рассматривать, на как долго будет им выдано это комплексное экологическое разрешение. Экономические аспекты. Портфолио производства. То есть, вот этих вот моментов учитывает сам заявитель. И в этой заявке на получение комплексного разрешения все эти условия аргументируют применительно к своей ситуации. Надо отметить, что изменения технологий без негативного воздействия на окружающую среду не везут к изменению действующего комплексного экологического разрешения. Это значит, что если предприятия нет, допустим, из-за 14 тысяч, теперь он получает из-за 14 тысяч, то, естественно, это изменение только улучшение предприятия. Если предприятие построит, я не знаю, еще какую-то станцию по очистке, доочистке, нейтрализации от источных вод, естественно, это изменение без негативного воздействия на окружающую среду. Наоборот, с позитивным воздействием на окружающую среду. Также надо отметить, что выгода комплексного экологического разрешения – это снижение количества инспекций органов, выдающих разрешение по средам. То есть это предприятие проверяется интегрированно, проверяется этим органом, который выдал разрешение. И инспекционный орган ходит, в общем-то, на инспекцию в состав, включая в себя специалистов по всем средам. То есть не ходят отдельно органы, выдающие на водопользование, отдельно органы, контролирующие выбросы в атмосферный воздух, отдельно органы контролирующие шумовое воздействие. Нет, в данном контексте это снижение инспекционной нагрузки на предприятие. То есть для предприятия это более удобная, более выгодная система, если можно дальше. Спасибо за внимание. Контакт на меня, и я буду рада вашим вопросам. У нас сейчас как раз временной простор для вопросов. Спасибо. Уважаемые участники, если у вас есть вопросы, вы можете их задать. Может быть, у бюро есть вопросы? Спасибо за ваше выступление, Татьяна. Пожалуйста, уважаемые участники, вы можете задать вопрос спикеру по сегодняшнему выступлению. Также можете написать в чате. Спасибо. Если нет вопросов, тогда, уважаемые студенты, для вас готовятся тесты по приложению Кахут. Сейчас будем запускать. Хочу поблагодарить Татьяну за то, что сегодня нашла время, возможность, поделилась опытом и знанием для наших студентов, докторантов, магистрантов. Желаю вам крепкого здоровья и всех благ. Спасибо. Спасибо большое. Я желаю всех благ студентам казахстанских вузов и желаю больших творческих успехов в бюро. Я благодарю за то, что вы есть. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Уважаемые студенты, запускается тест приложения Кахут. Спасибо. 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 8 человек подключились. Давайте поактивнее. 9 человек подключились. 10 человек подключились. Активно сегодня участвуют все. 13 человек подключились. Казмол, АВС, Казаху, Кослардинский государственный университет, Вакатул. Да, можем начать тогда, Боржан. Уже все, кто хотел, все подключились. Системный подход к внедрению НДТ при регуляции промышленного загрязнения. Выберите раздел, который не входит в содержание КР. Охват нормативы эмиссии окружающей среды, нормативы допустимых физических воздействий. Нет правильного ответа. Выберите верное утверждение, касающееся эмиссии НДТ. Эмиссии НДТ не привязаны к нормативам качества окружающей среды, привязаны к нормативам качества рабочей среды и нет правильного ответа. В рамках подхода НДТ отходы не лимитируются, предусматривается получение информации о количестве отходов по факту. Верно, А и Б нет правильного ответа. Выберите верное утверждение, касающееся мероприятие по энергоэффективности и энергосбережению. Заключения и рекомендации энергетического аудита должны быть включены в КР, должны быть включены в рамках энергетического аудита. Рекомендации в рамках энергетического аудита должны быть включены в КР и нет правильного ответа. Выберите верное утверждение, касающееся охраны почв. Всем видно, да? Лучше не зачитывать, чтобы вам не мешать. Спасибо. 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 Скрин сделать. Победители. Давайте скрин сделаем. Скрин сделать. Победители. Давайте скрин сделаем. Да. Мою камеру отключите. только троих. сделайте скрин. Ага. Скрин трех победителей. Ага. Ага. Сразу, да? Ага. Все отлично. Молодцы. Мы очень рады. До следующей встречи. У нас завтра еще, да? Со студентами тоже. Завтра в 10 утра мы с вами встречаемся. Спикерами выступают, значит, профессора, специалисты из Назарбаев университета СНУРИС. Завтра в 10 утра мы вас ждем. Спасибо большое. Желаю всем крепкого здоровья. Берегите себя. Впереди очень много праздников. Новый год наступает. Самое главное сейчас беречь свое здоровье. До следующей встречи. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...